Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». Мы обсуждаем темы, которые касаются самого ценного – нашего здоровья и хорошего самочувствия. Вот что вас ждет в этом выпуске. Врачи Курской районной больницы посетили поселок Мирный. В Кисловодском межрайонном родильном доме прошел день открытых дверей. В селе Чернолесском отремонтировали больницу. Пятигорская больница благодаря федеральному проекту получила дорогостоящий экзоскелет. Что это такое гепатит? Чем один гепатит отличается от другого? Как можно заразиться? Как гепатит диагностировать? Как часто нужно сдавать анализы? И посмотрим сюжет. В Красногвардейском округе капитально отремонтировали амбулаторию. Все это в сегодняшнем выпуске немного позже, пока мы начинаем с традиционных новостей медицинской отрасли региона. В рамках регионального проекта «За здоровье» врачи Курской районной больницы посетили поселок Мирный. В состав группы вошли врач-терапевт, педиатр, акушер-гинеколог, хирург и дерматовенеролог. Они оказали организационно-методическую помощь работникам амбулатории поселка и провели прием жителей населенного пункта. Районные специалисты проконсультировали пациентов, скорректировали лечение, назначенное участковым врачом, а в необходимых случаях рекомендовали госпитализацию в стационар. Всего было осмотрено и обследовано 85 человек. Подобные выезды специалистов проводятся на регулярной основе по графику. В Кисловодском межрайонном родильном доме прошел день открытых дверей. Мероприятие было подготовлено для ставропольчанок, которые уже ждут малыша. Также были приглашены и те, кто еще только собирается планировать беременность. Все присутствующие смогли задать интересующие их вопросы по текущей беременности. Будущие мамы активно спрашивали врачей о том, как проходит процесс родов, о способе обезболивания и когда это уместно. Узнали, что с собой требуется брать и как проходит выписка после родов. Теперь каждую субботу в 11 часов будут проводить такие встречи. В ходе мероприятия роженицам будут проводить экскурсии по всем отделениям. Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в селе Чернолесском отремонтировали больницу. На проведение работы с бюджета было выделено более 6 миллионов рублей. В ходе ремонта в больнице обновили стены, отремонтировали полы, санузлы, уложили керамической плиткой. Также произвели замену радиаторов системы теплоснабжения, котла, сантехнического оборудования, светильников во всех помещениях и на фасаде здания. Помимо этого, рабочие произвели монтаж пожарной сигнализации, обустроили пандусы, цоколи и отмозки здания. К медучреждению села приписаны 5088 человек. Пятигорская больница благодаря федеральному проекту получила дорогостоящий экзоскелет. Новый роботизированный комплекс будет помогать реабилитировать пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата после инсультов, черепно-мозговых и спинальных травм. С умной машиной пациент буквально сделает первый шаг после тяжелой болезни и улучшит качество своей жизни. Экзоскелет как бы ходит за пациента, который утратил этот навык после инсульта, например. Но даже при пассивной ходьбе от ног к мозгу поступает информация об этом процессе. А значит, в скором времени начнет поступать информация и от мозга к ногам, как это происходит у здорового человека. И за счет этого восстановятся полноценные движения. До конца года Пятигорская больница получит 74 единицы реабилитационного оборудования. Это высокотехнологичные аппараты для восстановления двигательной активности, системы для разгрузки веса пациента, балансиры, подъемники. Что это такое гепатит? Чем один гепатит отличается от другого? Как можно заразиться? Как гепатит диагностировать? Как часто нужно сдавать анализы на гепатиты? Об этом и не только мы говорим сегодня в нашей студии в программе «За здоровье». В гостях у нас Лариса Ивановна Ткаченко, заведующая кафедрой инфекционных болезней Медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист высшей категории и главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения нашего региона Ставропольского края. Доброе утро, Лариса Ивановна. Как всегда, рада видеть в нашей студии. Итак, мы начинаем с того, что напомним нашим телезрителям. Так, что же такое гепатит? На самом деле, очень на слуху, но гепатиты бывают разные. Нам тут нужно как бы разобраться. Ну, гепатиты действительно бывают разные. Мы будем сегодня с вами говорить о вирусном поражении печени. Вот, их несколько видов. Мы тоже об этом сегодня скажем. А так, есть гепатиты на фоне нарушения метаболических процессов. То есть, статогепатит при ожирении, да, или при диабете и так далее. Токсический гепатит при злоупотреблении какими-то препаратами или алкогольными напитками. Ну, в общем, гепатиты, которые не относятся к нашим инфекционным. Что относится к инфекционным? К инфекционным гепатитам относятся гепатиты, те, которые передаются фекально-оральным путем, ну, то есть, через рот, да, при употреблении воды, пищи – это гепатит А и гепатит Е. Это достаточно лёгкие гепатиты, это самоэлиминирующиеся, то есть, не вызывает хронизацию, и человек выздоравливает самостоятельно. И чаще всего, вот, считается, что Россия – это гиперэндемичная зона, то есть, где много заболеваемости, но с умеренным уровнем заболеваемости. То есть, мы с вами заражаемся где-то до 30 лет все. И основная масса переносит этот гепатит в субклинической форме, то есть, мы даже не знаем, что у нас гепатит. Ну, как бы, последствия могут быть хронических ЦСИ, дискинезия желчевыводящих путей и так далее. Гепатит Е раньше считал, что это удел тропических регионов. Сейчас доказано, что есть занозный вариант, который передаётся от животных. И вот те регионы, где развитое животноводство, в частности, свиноводство – это Воронежская область, Кировская область – там может встречаться и гепатит Е в том числе. Но в план обследования всех больных, которые приходят за амбулаторной помощью, если есть нарушение функции печени или которые поступают в стационар с подозрением на гепатит, если мы не выявляем маркеры наших традиционных гепатитов, мы обследуем в том числе на гепатит Е. И мы сегодня будем говорить о проблеме, которая с 2017 года Всемирная организация здравоохранения поднята. Вот это проблема парентеральных вирусных гепатитов – это гепатит В, С и гепатит Дельта. Ну, наверное, мы упор сделаем сегодня на гепатит С. Передаётся через кровь сразу, хочу сказать. Да. Да, передаётся через кровь, они считаются гемоконтактными, но редко при переливании крови, потому что сейчас кровь переливают строго по витальным показаниям или по жизненным. Но очень, знаете, стигматизация развита. Считают, некоторые пациенты приходят, говорят, я же не наркоман, я же не алкоголик, почему я гепатит С, предположим. Мы не застрахованы, когда мы идём в парикмахерский к стоматологам, делаем пирскинг, татуаж и так далее, что если нестерильными инструментами нам это делают, то мы можем заразиться. То есть это может коснуться каждого. Каждого. Ну вот, если говорить о том, какой из гепатитов самый опасный, наверное, это С? Да. Или так нельзя? Ну, скорее, так нельзя. Б, он более медленно протекает. И в отношении от Б всё-таки мы, ну, как бы, здесь плюсы и минусы. Б не лечится хронически, а С лечится сейчас почти в 100% случая с современными препаратами. Но от Б есть очень эффективная вакцина. И поэтому, если мы прививаемся, а сейчас это входит в календарь прививок, детей начинают прививать с рождения, это профилактика и гепатита Б, и гепатита Дельта. Поэтому хочу обратиться к мамочкам. Вот у нас с когорта есть антипрививочников, да? Вот, имейте в виду, что заражение в детском возрасте, а детки маленькие, конечно, там, не застрахованы, да, от каких-то травм и так далее. Если ребёнок не защищён, во-первых, он тяжело протекает, острая форма. Во-вторых, если это уже развилась хроническая форма гепатита, есть всегда риск подхватить гепатит Дельта, он протекает только совместно с Б, а это утяжеление в разы. Это и риск развития очень быстро цирроза печени, то есть это уже финальная стадия поражения печени. Вот поэтому, ну вот, как бы с одной стороны не лечится, а с другой стороны есть эффективная вакцинация. Кто прежде всего должен вакцинироваться от гепатита Б? Ну, понятно, медики, которые постоянно имеют... Вакцина входит в календарь прививок. Вакцина начинается, вакцинация с первых дней жизни. То есть, особенно если у мамы хронический гепатит Б, поэтому ребеночка должны привить в первые часы его жизни, потом по схеме 0,1,2,12, да, 4 раза. Если нет риска, если там, допустим, мама не болеет, тогда 0,1,6. Причем, если по каким-то причинам, возможно, были медотводы в роддоме, то ребенок не был привит, начать вакцинацию можно в любое время, но соблюдать вот эти вот интервалы 0,1,6 месяцев. И потом, в принципе, на 5 лет спокойно хватает антител, то есть можно провериться, есть ли антитела. Но раз в 5 лет или раз в 7 лет необходима ревакцинация. Причем однократно. Можно сдавать на антитела к HBS антигену, можно не сдавать. Это как бы дело каждого. Дело каждого. И потом каждое, считается, 5-7 лет ревакцинации. То есть это касается, естественно, и нас, взрослых людей. Конечно. Ну вот если брать гепатит С, то в чем его опасность? Насколько он может находиться в организме по времени, и человек может не подозревать о том, что он есть? Ну, очень не нравится мне, когда студенты начинают отвечать, что это ласковый убийца. Но в то же время в народе именно так и он называется. Гепатит С хронически это ласковый убийца. Почему? Потому что он очень длительно протекает бессимптомно. То есть человек не знает, что он болен, его может ничего не беспокоить, может быть незначительная слабость или контактная кровоточивость десен, когда он чистит зубы. Всё. И уже выявляется гепатит на продвинутой стадии. Случайно, очень часто, на этапе цирроза печени. То есть когда это уже поражение печени, уже функцию мы даже можем вылечить гепатит, но мы же не изменим структуру печени, которая изменилась. Поэтому да. Но такие запущенные случаи, они возможны когда? При каких условиях? Человек долго, допустим, не был на диспансеризации, не сдавал анализы. То есть состояние печени не видно по общему анализу крови, по биохимии? По общему анализу, может быть, не видно. По общему анализу будет видно это на стадии цирроза. Тогда у нас снижаются и тромбоциты, и лейкоциты, и эритроциты могут называться синдромом гиперспленизма при циррозе печени. Это не обследование, да. И плюс еще надо сказать, что гепатит С в содружестве либо с диабетом, либо с токсическими факторами, он гораздо быстрее прогрессирует до цирроза, нежели без этих токсических воздействий или метаболических факторов. Так от момента развития хронического гепатита до этапа цирроза, это проводились многочисленные исследования, составляет около 20-30 лет. Если заражение происходит в более старшем возрасте, то есть у женщин это период менопаузы, гормональный сдвиг, у мужчин тоже старше 60 лет, или если человек злоупотребляет наркотическими препаратами или алкоголем, то тогда прогрессия фиброза идет гораздо быстрее, может быть 10-15 лет и так далее. Если говорить о том, что сколько сейчас людей находится на диспансерном учете на Ставрополе по гепатиту? Ну, по данным поликлиник, мы собираем эти данные, то более 4 тысяч. По данным нашего краевого регистра, а это разница, я объясню сейчас, в чем это разница, ну, порядка там полутора тысяч человек, в чем разница? То есть те, которые наблюдаются в поликлиниках, они приходят, не приходят, неизвестно. Те, кто в краевом регистре, они должны прийти на комиссию. У нас комиссия работает по лекарственному обеспечению пациентов, по жителям Ставропольского края, еженедельно, по пятницам. Мы рассматриваем каждый случай и вносим пациентов в этот краевой регистр нуждающихся в терапии. Хочу сразу оговориться, что у нас идет три источника финансирования, чтобы было понятно. Это краевой бюджет. И вот с учетом того, что да, мы обеспечиваем, мы неплохо обеспечиваем, но тем не менее лист ожидания составляет где-то полтора года. Полтора, ну, максимум два, это в зависимости от финансирования, как оно будет дальше. Дальше. С этого года у нас начали стационары лечить по программе ОМС. У нас восемь стационаров, и мы планируем пролечить порядка 134 человек. Это тоже хорошо. И очень небольшой, как бы, это федеральный бюджет, то есть те, которые имеют льготы либо инвалидность, либо участники боевых действий. Но вот этот источник финансирования тоже есть. И еще очень важный момент. Мы объясняем пациентам на комиссии, что пока он в листе ожидания, он должен показываться обязательно, приходить на прием к врачу, что он привержен, он никуда не делся, он никуда не уехал. И тогда, когда подходят его учить, мы его информируем. С чем мы сталкиваемся в последнее время? Тоже это хочу обратить внимание всех заинтересованных лиц, скажем так. Мы начинаем обзванивать, когда уже мы составляем пофамильные заявки. Люди не берут телефон, потому что они считают, что это мошенники. Но, извините, мы по-другому не можем предупредить, что им необходимо приехать за протоколом. Вот такие нюансы есть у нас тоже. И что касается лечения, каким образом лечится гепатит С? Сейчас есть, как бы, это позиция Всемирной организации здравоохранения, позиция нашего Министерства здравоохранения Российской Федерации, ну и, естественно, Ставропольского края. То есть мы стараемся закупать пангенотипные препараты. Это что такое? Это препараты, которые вот у нас вирус гепатита С, как бы официально он имеет 7 генотипов и там еще субтипов около 80. Но у нас циркулирует на территории и края, и России. Это доминирует первый генотип, третий генотип и немножко второй генотип. То есть всех остальных у нас, как бы, практически не встречается. Поэтому мы стараемся закупать препараты. Это оригинальные препараты. Это не дженерики, привезенные из Пакистана, из Индии, из Египта, да? То есть это Министерство здравоохранения Ставропольского края закупает эти препараты. В зависимости от того, какая схема, там или два месяца, или три месяца приема препаратов, абсолютно без побочных эффектов и практически стопроцентная излеченность после этого. Если человек соблюдает комплайнс, если он своевременно принимает препараты, не пропускает прием. И что очень важно, что мы всегда учитываем, если есть какие-то сопутствующие заболевания, и постоянный прием препаратов, то мы смотрим межлекарственное взаимодействие обязательно, потому что такие банальные препараты, как ингибиторы протонной помпы, там, плосимогипрозол, их нельзя принимать во время лечения, потому что лечение будет неэффективно. Значит, или там препараты по поводу эпилепсии пациент получает, или ВИЧ-инфекция. То есть мы тогда в содружестве работаем с докторами, которые назначают, как-то временно меняем основную схему лечения, чтобы дать нашу. Может ли гепатит С дать какое-то осложнение во время лечения? Во время лечения практически нет. То есть вот, когда мы лечили эпигелированными интерферонами, знаете, мы 24 на 7 были на связи с больными в телефонном режиме, потому что масса была побочных объектов. Сейчас практически нет. Они, ну, крайне редко там головная боль может быть и так далее. Но опять-таки, пациент на связи с врачом, если возникают какие-то побочные явления, то всё решаемо. Если говорить о том, что пациент может, ну, скажем так, не совсем корректно относиться к своему здоровью, и тогда что будет с гепатитом С, если его не лечить, если он будет дальше развиваться? Цирроз печени. Цирроз печени – это декомпенсация функции печени. Во-первых, на фоне цирроза происходит варикозное расширение вен пищевода, и пациент может погибнуть от кровотечения из этих варикозно расширенных вен пищевода. Это печёночная энцефалопатия, потому что функция печени не срабатывает, и тот аммиак, который образуется в организме, он просто не нейтрализуется. Это асцит, жидкость брюшной полости, может быть, ну, и естественно, смертью. В результате декомпенсации, вы знаете, мне иногда непонятно, когда, допустим, пациенты приходят, выявлен гепатит там лет 15 назад, да, где вы наблюдались? Нигде. Нигде, вот, я об этом и говорю. Нигде не наблюдались. А сейчас уже вот на этапе цирроза мы объясняем, что да, мы можем убрать вирус, но всё равно мы быстрее в очереди краевой не подвинем, потому что там у нас 25% это пациенты с циррозами печени, в том числе. Это и многодетные родители, и так далее. Ну, естественно, всем необходима помощь. Конечно. Мы ещё вернёмся в студии к нашему основному вопросу. Пока давайте прервёмся, посмотрим материал. В Красногвардейском округе капитально отремонтировали амбулаторию. Село Преградное Красногвардейского округа. Здесь более 3000 жителей. За медицинской помощью люди обращаются в местную амбулаторию, которую построили более полувека назад. И вот обновлённое медучреждение открыло свои двери после капитального ремонта. С 93-го года я работаю заведующей. Конечно. Изменилось вот сегодня, можно сказать, потому что мы вошли в красивое обновлённое современное здание, в котором есть всё и для лечения, и для отдыха, и, в общем-то, и также для больных. В амбулатории освежили и расширили кабинеты. Закупили удобную мебель и современное оборудование. Аппарат-дарсональ. Это значит, для улучшения мозгового кровообращения. Медсестра сажает больного и подключает аппарат и расчёска. И методом расчёски то есть улучшается кровоснабжение головы. Это при ДЭПах, то есть дисокролиторная энцефалопатия лечения. УВЧ-аппарат. Педиатры назначают. Пришёл ребёнок фурункул, отит, то есть ухо. УВЧ. Ставят УВЧ-аппарат, ну сколько, 5-10, и это прогревает, и это ведёт медикаментозная плюс очередь. В медучреждении можно получить консультацию профильных врачей. Чтобы обратиться к другим узконаправленным специалистам, нужно пройти диспансеризацию в районной больнице. Больным предоставляют условия, на которых они не могут даже отказаться. Мы их сажаем на свою машину, везём, ждём, когда они всё пройдут и назад привозим. В обновлённой амбулатории уже принимают пациентов. Как сделали, очень хорошо. Хорошо всё сделали. А что изменилось, что поменялось? Ну, как, всё поменялось. Кабинеты те, так приблизительно задойдя, так всё красиво, хорошо, спасибо. Ну, конечно, изменилось. Всё, палаты всё и больше, просторные стали, всё. Хорошо, суперсон, девочки молодцы, всё обслуживают нормально. Кабинеты просторные, светлые, чистенькие. Всё, нам нравится всем, хорошо всё. Отремонтировать медучреждение помогла краевая программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта здравоохранения. Первым объектом у нас это районная поликлиника в 21-м году. В 22-м году также отремонтирована Дмитриевская врачебная амбулатория и Покровский фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня в этом году у нас ремонтируется фельдшерско-акушерский пункт в посёлке Штурм и две модульные конструкции возводятся. Это посёлок Медвежинский и село Радыки. По поручению губернатора Владимира Владимирова до конца 2025 года на Ставрополье планируют построить более 80 медучреждений. Продолжат, следит за ходом работ Илья Белозёров и Иван Шаталов Ставропольское телевидение. Тему гепатитов обсуждаем сегодня в программе «За здоровье». Мы продолжаем беседу в студии. Итак, если говорить про лечение, то, на чём мы остановились, лечение гепатита С. И сейчас обсудим лечение гепатита В. С чего начать, как приступить, есть ли там какая-то очередь на лекарственное обеспечение и так далее. Значит, гепатит В здесь строгие показания к лечению. Это продвинутый фиброз печени, но больше, чем 2 балла. по шкале метавир. Это повышение активности печёночных ферментов выше верхней границы нормы и высокая вирусная нагрузка. То есть, сразу пациент должен понимать, что с этими показателями он должен прийти уже с готовыми анализами на амбулаторный приём в кабинет инфекционных заболеваний в краевой инфекционной больнице. Когда начинается лечение, это предполагает пожизненный приём препаратов, но не менее 5 лет, если есть вот эти вот критерии. И что делает это лечение? Чтобы было понятно, вирус мы убить не можем, причём не только мы во всём мире, несмотря на то, что сейчас разработки препаратов ведутся, всё равно они направлены на, допустим, снижение концентрации поверхностного антигена и так далее, но на элиминацию именно вируса как прице таких препаратов нет. Поэтому, ну, реальнее всего, и когда мы даём препараты по краевой нашей программе, когда у больного цирроз печени. Почему? Потому что, ну, у нас у края бюджет не безграничен, вот, и, конечно, мы в большей степени лечим гепатит С, а уже тех, кто с циррозом печени, тех мы обеспечиваем с гепатитом В. Это препараты, которые принимаются один раз в день, но я повторяю, что должно быть понимание, что мы вирус не убиваем, мы останавливаем репликацию вируса, пока пациент принимает препарат, и раз вирус не размножается, прогрессирование февроза замедляется или идёт обратное развитие. Что сказать тем людям, которые стоят в очереди, ну, допустим, не хотят ждать и приступить к лечению здесь и сейчас, как говорится? Ну, какие-нибудь врачебные советы в этом ключе? Ну, действительно, каждый имеет право либо ждать в очереди, либо самостоятельно, но тогда это будут уже препараты дженерики. Они не хуже, действительно, не хуже тех, которые приобретает Министерство здравоохранения в окраевой программе, но здесь желательно всё-таки не по интернету заказывать, обратиться к специалисту, то есть к инфекционисту, которому вы доверяете или в поликлинике, или в инфекционной больнице. Почему? Потому что, во-первых, мы говорили с вами о межлекарственных взаимодействиях. Это раз. Врач должен учесть. какие-то я, честно говоря, не владею информацией, какие фирмы лучшие, наверное, не имею права это говорить, да, но чтобы это было, по крайней мере, какие-то проверенные фирмы, которые гарантируют качество препарата. Не надо здесь, наверное, гнаться за дешевизм и так далее. Потом мониторинг очень важен, да, почему? Потому что сейчас упростился мониторинг, сейчас не надо так много анализов сдавать во время лечения, но необходимо сдать анализы и в том числе на это вирусная нагрузка или просто ПЦР качественная в конце терапии, там, через три месяца. Я повторяю, это только в содружестве с врачом, потому что врач учтёт и межлекарственные взаимодействия. И ещё, вы знаете, здесь, наверное, мы оговоримся, что всё равно желательно прийти на комиссию. Почему? И стать на учёт в краевой регистр. Потому что у нас разные ситуации есть. У нас есть ситуации, когда человек не отвечает на лечение дженериками или у него рецидив или там реинфекция. И мы пролечиваем тогда по краевой программе. Но хочу сразу тоже сказать, что перед тем, как человек, если он получает дженерики, если у него отрицательное, ПЦР, на момент уже, если очередь подошла, то препарата он не получит. Ну, потому что смысла нет, получается, да? А если ситуация усугубится, допустим, по его анализам, он снова становится на очередь или как это выглядит? Он в очереди автоматически. Он пришёл, мы его поставили на очередь, он находится в этой очереди. Он, мы, конечно, говорим, что если вы будете лечиться сами, вы нас предупредите. Но не все предупреждают, безусловно. Некоторые предупреждают. Из очереди мы не исключаем. Почему? Для именно как бы минимизации риска, да, вот рецидива, чтобы он по новой не становился в очереди. Да, 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 именно, чтобы он не попал в самый хвост очереди. Да. И ещё тоже пациенты должны, тоже мы с этим сталкивались, когда пациент, допустим, не отвечает на лечение дженерическими препаратами, он начинает, покупает те же самые препараты, начинает опять их пить. Это принципиально неграмотно. Почему? Потому что, во-первых, вирус уже, наверное, смутировал. Ему надо дать минимум полгода, чтобы вот мутантные штаммы ушли из организма, чтобы как-то ответить. Но потом мы по программе даём другие препараты уже, поэтому. То есть не надо самим перелечиваться. Понятно, что в любом случае это под строгим контролем врача. Как обстоят сегодня на Ставрополье дела с информированием населения о гепатитах? Ну, в принципе, есть буклеты, наверное, во всех поликлиниках, врачи, инфекционисты, вероятно, и, может быть, терапевты при диспансеризации, если видят там повышенную активность трансаминаз, они информируют об этом. На сайте это всё размещено. Так что, при желании, можно всё узнать. Ну вот, если говорить о грамотной диагностике гепатита В, гепатита С, то, что мы имеем на сегодняшний день? Имеется в виду, кто или как? И кто, и как. Если кто, значит, либо это врач-инфекционист, либо, если нет инфекциониста, то врач-гастроэнтеролог. Если нет, у вас в районе, то, наверное, приехать на приём в кабинет инфекционных заболеваний, кабинет амбулаторного приёма, правильно называется, в кровоинфекционную больницу, где вам всё расскажут и отправят вас на комиссию. На комиссию там тоже очередь у нас, поэтому запись по предварительной записи мы принимаем, да. Что касается обследования, пока по ОМС, нас, к сожалению, нет, но над этим работает Министерство здравоохранения, то есть, в принципе, ну, наверное, это здоровье каждого, и, вероятно, раз в год обследоваться на HBS-антиген и антитела гепатиту С, это можно. Если вдруг появляются эти маркеры, это говорит о том, что, а вы не болели, то необходимо исключить хронические гепатиты, тогда уже прийти на приём, вот, как я говорю, либо к инфекционисту или к гастроэнтерологу по месту жительства, либо вот в кабинет амбулаторного приёма в инфекционную больницу, где вам всё дальше расскажут. Ну вот, что бы вы посоветовали в плане этих анализов, как часто нужно их сдавать? Раз в году достаточно сдать кровь на гепатиты? Если просто скрининг, да, один раз в год вполне достаточно, потому что, ну, хронический процесс, он формируется в течение полугода, и если нет каких-то активных жалоб, я повторяю, что если это хронический гепатит, ну, если острый гепатит, это чаще всего желтуха, это слабость, тошнота, рвота и так далее, то есть не пропустишь. А если хронический гепатит, вот когда немотивированная слабость, там, в том числе, сейчас это модно, особенно после пандемии ковида, но действительно, очень много пациентов, которые жалуются на беспричинную слабость, но это в том числе и показания к обследованию на вирусные гепатиты. Угу, то есть сдать кровь на гепатиты. А вот если вы уже с хроническим гепатитом, если вам поставили хронический гепатит, и у вас нет цирроза печени, то есть это методом эластографии определяют, то достаточно по последним рекомендациям, это один раз в год, это рекомендация Министерства здравоохранения Российской Федерации, если у вас цирроз печени или продвинутая стадия фиброза, то есть F3-4, то это два раза в год, как минимум. А там уже врач решает иногда один раз в квартал. Угу. Стоит ли пугаться этого диагноза, гепатит Б? Стоит ли думать о том, что, ну, как бы паниковать и думать о том, что качество жизни снизится и так далее? Ну, наверное, хронический гепатит, с учётом его исходов, это всегда, ну, не совсем приятно, скажем так, да? А в отношении, кстати, гепатита Б хочу обратить внимание, что необходимо обследовать всех членов семьи, и если они не инфицированы, их надо привить. Потому что у нас есть вот такая, ирик заражения в быту, когда мы пользуемся общими маникюрными принадлежностями. К тому же, вирусный гепатит Б хорошо передаётся половым путём, особенно если высокая вирусная нагрузка. Гепатит С, в отличие от Б, практически нет, половым путём не передаётся, но здесь риски, я повторяю, что кольщие, режущие инструменты общие. Поэтому здесь просто надо ответственно относиться к своему здоровью. И всё. И понимать, наверное, что даже если у вас продвинутая стадия фиброза, ничего с вами в ближайший год не случится. Если, конечно, у вас недокомпенсированный цирроз печени. Там стадия С, когда асцит, когда уже было кровотечение извин пищевода, ну тогда да, но здесь как бы лечение другое. Здесь стоит вопрос о трансплантации печени, вероятно. Можно ли с этим диагнозом вполне себе прожить долгую жизнь? Или опять-таки это всё очень индивидуально? Это очень индивидуально. Если это гепатит С, у нас все пациенты с гепатитом С являются кандидатами на лечение. Если вам поставили, независимо от стадии фиброза печени, то придите, станьте на учёт, и вас пролечат. Вы дождётесь своих препаратов оригинальных, и вы будете здоровы. И всё, и вопрос будет закрыт. И вы проживёте долгую счастливую жизнь. Если у вас уже продвинутая стадия фиброза, то здесь тоже надо понимать, что да, мы вирус убираем, а что уже с печенью произошло, то произошло, и тут уже наблюдаться у гастроэнтерологов. Если там продвинутая стадия, возможно становиться в лист ожидания трансплантации печени и так далее. Ну вот, если брать основную профилактику гепатитов, что бы вы выделили здесь? Ну, при Б и Дельта это однозначно вакцинация. Почему? Я повторяю, Дельта – это профилактика, потому что, если у вас не будет гепатита Б, то Дельта просто некуда прикрепиться. А вирус очень серьёзный. Вирус, который приводит к развитию цирроза печени очень быстро. Вирус, который может вызвать молниеносное течение заболевания и привести к летальному исходу. Поэтому здесь вот это однозначно. Вот, если всё-таки у вас уже хронический гепатит Б, ну, обследуйтесь, придите вы к специалистам, и они вам подскажут, когда вам стоит назначать терапию или вам стоит наблюдаться. При гепатите С, здесь, если уже он установлен, то да, то тогда лечение уже вам выбирать самому, какая будет у вас льгота или краевая, или если у вас есть инвалидность, или вы проживаете в районе, где стационар оказывает помощь по ОМС, и он вас пролечит и так далее. И, наверное, немаловажный фактор профилактика заражения гепатитом С, наверное, всё-таки выбирать салоны, куда мы ходим, делать там маникюр, делать пирсинг, татуаж и так далее, чтобы это были салоны, где хорошо проводится дезинфекция, стерилизация медицинских инструментов. Потому что здесь есть риск, как и стоматологические поликлиники. Ну, то есть, всё это, естественно, связано с кровью. Да. Ну, вот, если говорить о том, что, ну, вот, необходимо ли или не обязательно всё-таки, вот мне хочется уточнить у вас этот момент, проверять титры антител перед тем, как прививку сделать, которую раз в 5-7 лет от гепатита. Нет, это не обязательно проверять. А если всё-таки там титры повышены, а ты сделал прививку, ничего не изменит? Абсолютно ничего. Даже были работы, когда хронический гепатит В пытались лечить вакцинации, но, к сожалению, как бы хуже не было, но и лучше не было. Да, поэтому это не страшно. Для чего нужны вот эти титры, допустим, мы сделали через 5 лет, считается, что положительный титр это свыше 10 международных единиц. Всё, это уже антитела есть. Но мы проводили сами такие работы, то, что если этот титр был меньше 100, то в течение года они могут уйти, эти антитела. Поэтому желательно тогда всё-таки сделать ревакцинацию. Если вообще отрицательно, то, конечно, вакцинация показана. Но, в принципе, можно не делать, спокойно идти, вакцинироваться. Однозначно ничего не будет. Хуже, я имею в виду. Это, кстати, каким образом делается? Записываешься через госуслуги или просто обращаешься в поликлинику? То есть, где можно сейчас сделать такую прививку? Обращаешься в ту поликлинику, где есть кабинет вакцинопрофилактики. Вы должны быть прикреплены к этой поликлинике. Вы обращаетесь, приходите, там осмотр терапевта предполагается, что вам не противопоказана вакцинация. Вот и вас вакцинируют спокойно, вам выдают сертификат, что вы вакцинированы. Ну, есть ли какие-то временные противопоказания к такой прививке? Ну, вот, к слову, можно ли её, допустим, совмещать с прививкой грипп-ковид или лучше не стоит, да, и на ослабленный иммунитет можно ли делать, допустим, после того, как ты переболел такую прививку? То есть, ну, какие-то противопоказания. Есть противопоказания, они универсальны для всех вакцин. Это острый период инфекционного заболевания и период ранней реконволесценции, то есть ранее, вот, после заболевания. Ну, в зависимости от того, чем вы переболели, там, может быть, от двух недель, там, до шести месяцев, если менингит перенесли, тогда это... Вот просто потому, что не потому, что будут какие-то осложнения, а потому, что организм истощил свой иммунный запас на данную инфекцию. Он просто не выработает это антитела, только поэтому. То есть, прививка просто будет бессмысленна. Как будто воду укололи. Потом, почему очень важно начинать вакцинироваться в молодом возрасте, потому что от гепатита В, если у вас на желание возникнет, там, допустим, старше 45 лет, если есть ожирение, там, диабет и так далее, то здесь просто можно не ответить на эту вакцинацию. Поэтому надо учитывать. Иммунного ответа не будет, да? И может иммунного ответа. Вот здесь, хотя иммуногенность вакцины 98%. И здесь очень важно, чтобы, если вы начали вакцинацию, вот здесь важно проверять титр антител. Иногда бывает, что необходима там дополнительная иммунизация. То есть, две прививки вместо одной или как? Они по схеме, их три. 0, 1, 6. 0, 1, 6. То есть, это и взрослых касается. Всех, да. Если вы не вакцинировались. Если ревакцинация, это одна доза. То есть, если когда-то вас вакцинировали, то достаточно одной дозы. Как раз таки, если ты не помнишь про это, то титры антител могут напомнить. Да, могут напомнить, да. И в зависимости от того, как они быстро будут вырабатываться, это тоже, но это уже не надо самому решать, надо все-таки пойти к врачу и показать. Вот, да. Спасибо большое. Я вас приглашаю. Всегда рада видеть. Рассказывайте, просвещайте в нашей студии. Благодарю за участие. Первая программа «За здоровье» подошла к концу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, смотрите свое ТВ и до новых эфирных встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова